Накалялась баскетбольная площадка. Кульминация сезона – финальный матч любительской лиги. Битва двух лидеров – ПРО Баскета и Обнинска не могла закончиться компромиссом. Только радикальный финал и только победа, одержала которую команда ПРО Баскет. 85-80. Сегодня в студии капитан Дмитрий Матвеев. Дмитрий, здравствуй. Посмотри, к сожалению, финал не удалось. Тем не менее, в первую очередь, я поздравляю вас с победой. Спасибо. Судя по всему, на площадке было очень горячо. Расскажи вкратце, как проходило все. Да, было очень горячо. Игра, кроме четырех четвертей, еще запомнилась двумя овертаймами, что, в принципе, наверное, для Калужской области, наверное, нонсенс какой-то. Если когда-то еще один овертайм был, то двух овертаймов, наверное, не было никогда. Но нам повезло чуть больше. В концовке мы выиграли 85 на 80, но в целом вся игра была напряженная очко в очко, за исключением, наверное, первых минут, после которых, наверное, команда Обнинска пришла в себя, набрала тоже много очков. И, в принципе, отрыв в течение всей игры был не особо большой, наверное, до восьми очков. Тем не менее, Обнинск, судя по всему, вас постоянно догонял, да? Вы уходили вперед, Обнинск подтягивался. Да, Обнинск в течение игры, если я не ошибаюсь, не вел ни разу. Возможно, в овертайме они вели очко или два. А в течение игры мы хорошо начали, появили 9-0, но также, в принципе, быстро все растеряли. И первую четверть мы, в принципе, либо закончили в ничью, либо, наверное, как раз вот одно очко, может, и проиграли в первой четверти. Как ты считаешь, это зависело от вас или от Обнинска в том плане, что мешало уйти уже окончательно в отрыв и уверенно закрепиться в лидерах с первой четверти условно? Почему Обнинск вас доставало? От кого это зависело? Ну, тут, наверное, все-таки с двух сторон. И наши потери были, в принципе, на ровном месте. И Обнинск не мог не забивать очки. Все-таки команда опытная, сильная. И в целом, скорее всего, это наши потери и, соответственно, их напор. Не могло это продолжаться, чтобы мы вели всю игру, много очков. В связи с чем тут обоюдное. На твой взгляд, как капитана, да, того, кто ввел команду к успеху, какие ошибки основные? В чем ваша такая буксовка была? Как ни странно, но тяжеловато нам во второй половине удалось выбрасывать мяч из-за боковой. Какие-то у нас произошли трудности с этим. И также, когда команда Обнинска расположилась прессингом, нам тоже было трудновато выходить из своей зоны. Ну, и тоже были некоторые ошибки. Вот в связи с чем, наверное, во второй половине мы потери 5-6 точно допустили. Только из-за того, что не могли выбросить из-за боковой и перейти центральную линию. Ну, Обнинск действительно сильная команда, да. И ни для кого-нибудь секрет, что многие думали, что и Обнинск тоже может выиграть вполне этот чемпионат. Конечно. Тем не менее, как вы настраивались на именно вот этот финальный матч? Ведь были у вас встречи, когда Обнинск выигрывал с огромным запасом. Что в первую очередь ставили, какие сильные стороны соперника во внимание особое? Ну, во внимание, конечно, на вот этот прессинг. Быстрые отрывы от них, особенно от Антона Дудина, который, в принципе, усилил команду в этом сезоне у них. Так, настраивались мы так, как каждый матч может быть последний. То есть мы прошли весь чемпионат достаточно ровно и хорошо, допустив одно поражение как раз вот от Обнинска в последнем туре. Ну да, до этого вы сразу заявили о себе как лидер. До этого, да, сразу заявили о себе как лидеры. И в целом настраивались то, что мы прошли достаточно долгий путь. Чемпионат был в этом году весьма долгий, из два круга. И отступать уже было некуда, поэтому настрой был запредельный. В этом году у вас новое название, да, такой ребрендинг и, соответственно, сразу победа. В чем секрет? Что изменилось у вас внутри? Мне кажется, есть какие-то моменты, о которых еще не все знают. Что происходит внутри команды? Нет, ну мы как бы от игре к игре мы настраивались все больше и больше. То есть какие-то новые взаимодействия получались, какие-то комбинации в том числе получались. И от игре к игре мы прибавляли. Вот шли к этому целый сезон и, в принципе, я думаю, что как раз сильные игры у нас пришлись на полуфинальную и финальную стадию, где мы как раз выложились по полной, отработали все, что мы в течение сезона нарабатывали и у нас это получилось. Ну то есть никаких секретов нет? Новые какие-то тренировки? Может быть, их стало больше? Или новые методики тренера? Ничего не изменилось? Нет, ну скорее настрой. Тренер хорошо настраивал перед игрой, говорил нужные слова, и они сработали. Секрет простой получается. Секрет простой, мотивация. Вы заслужили право выступать на ЦФО, представлять там наш регион, правильно? Да, да, да. Скажи, поедете, удастся ли там все-таки защитить? Я думаю, что обязательно мы поедем. Сейчас, в настоящий момент, мы обсуждаем как раз, кто может, кто не может. Я надеюсь, что большинство из нас сможет поехать. И в июне мы поедем опять же в тот же город, в Ногинск. Он будет проходить с 9 по 12 июня. Я надеюсь, мы там тоже проявим себя хорошо. Вы выиграли Обнинск, который уже представлял регион на этом этапе. Результат будет лучше, можно на это рассчитывать или как настроить? Ну, так вышло, что в прошлом году я ездил с командой Обнинска. Мы могли, наверное, выступить лучше в прошлом году, но выиграли всего лишь одну игру, заняли достаточно низкое место. Я надеюсь, что в этом году у нас получится выиграть больше игр, возможно, занять какие-то призовые лица. Но, опять же, там слабых соперников не бывает, там все чемпионы своих областей. Поэтому будет интересно, скорее всего. Когда начнется этот этап? Я так думаю, что 9 июня, если мне что-нибудь перенесется, то 9 июня уже первые игры будут проходить. Но это уже скоро? Это да, уже через месяц. Как планируете? Отдыхать или все-таки будете в усиленном режиме, наоборот, тренироваться и готовиться с командой? Ну, возможно, не в усиленном, но все-таки совместный тренировок мы обязательно проведем. Спасибо большое, что пришел, поделился эмоциями и результатами. Спасибо, что пригласили. Я еще раз поздравляю и верю в то, что сможете достойно представить нашу область уже на другой площадке. Спасибо. 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 Спасибо.